Что делают хозяева перед приходом гостей? Правильно, украшают свой дом. Брест, а давно заслуживший славу одного из самых чистых, зеленых и цветочных городов Беларуси, в канун тысячелетия преобразился еще больше. Особый шарм городу над Бугом придали разнообразные цветочные композиции. К нам приезжало тысячи гостей. И, конечно, если было бы мало цветов, не было бы вот такого оформления тысячелетия, ну, было бы как-то не так. А все-таки мы видели, что даже около некоторых композиций постоянно фотографируются люди. Словом, не только в «Миллениум» каждое лето Брест украшают живые панно из цветов, пестрые букеты, подвесные кашпо самых разных форм и размеров. Это дело рук и заботливых сотрудников кафе, кофейных ресторанов, которые принимают участие в ежегодном конкурсе «Цветы родному городу». Но здесь надо признать, конкурсанты не столько соревнуются, сколько стараются внести свой вклад в цветочное оформление родного края. В этом году было 25 претендентов на победу. Лидером стал кафетерий «Блинная». Это очень важно. Во-первых, в этом году стало больше гостей города, в частности. Поляки поехали много, литовцы были, ну и россияне опять же. Так, чтобы это как-то было не только летом, но и в то же время как-то и зимой. Второе место присвоено кофейнике «Фигур». Кстати, работники объектов общественного питания настолько заразились цветочной работой, что уже подумывают и о зимнем оформлении своих заведений. Будет очень вкусное кофе, самое главное, хорошая компания. И определенно поменьше снега мы будем его убирать, делать каких-то снеговиков, как-то будем украшивать. Я думаю, всё будет красиво. Замыкает и тройку победителей кафе-кафе «Сла Бразильена». Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.